Друзья, всем привет! Сейчас 20.00, и сегодня я заявил, что будет небольшой такой вебинар, бесплатный вебинар, посвященный тревоге, тревожным состояниям, и как с этим со всем справиться. Почему я решил сделать этот вебинар? Потому что, наверное, сегодня он нужен, во всяком случае, я считаю, что он сегодня нужен людям, потому что в связи с карантином мы все испытываем очень-очень много тревожных состояний. Это и финансовая тревога, хватит ли у меня денег до того момента, как я выйду на работу и закончится вся эта катавасия с коронавирусом. Тревога за здоровье, свое, близких, и еще огромное количество разных тревог. Сегодня я постараюсь вам дать очень много крутых, классных, понятных способов, как победить тревогу, что делать, и как со всем с этим справиться. Я уверен, что вам будет это интересно. Ну что ж, поехали, друзья. Итак, первое, о чем я хочу сказать, что тревога сегодня, она, в принципе, очень повышена, и теме тревог сегодня психологи уделяют очень много внимания, даже, наверное, больше, чем лишнему весу или терапии зависимости, и не просто так. Потому что сегодня тревога активизировалась, да, и возможно ли справиться с тревогой полностью? Это, наверное, самый главный и самый первый вопрос. Возможно ли полностью победить тревогу? Ну и тут, конечно же, стоит понимать, что тревога на генетическом уровне, друзья. Мы все потомки тревожных предков. Вот вспомните, перенеситесь мысленно на тысячу лет назад, да, когда еще были вот первые поселения, первые племена, когда не было медицины, когда человечество только начинало развиваться, тысячу, миллион лет назад, да, когда вот первый человек появился. Его повсюду подстерегала опасность. В кустах, болезни, благоприятные условия природы, дикие животные. И только тревожные выжили. Потому что тревога помогла людям выжить, когда они слышали, там что-то в кустах зашевелилось, там что-то загремело, там что-то зарычало. Но тревога как сигнализировала в этот момент человеку «сохрани себя, обезопась себя». Поэтому тревога у нас закодирована на генетическом уровне. И полностью убрать тревогу мы не сможем. Ну и, соответственно, этого и не нужно делать. Тревога в первую очередь – это наша сигнализация. Но иногда эта сигнализация сходит с ума и начинает трезвонить больше, чем положено. Представьте, что у вас есть машина, и в машине есть сигнализация, и вы нажимаете кнопку «выключить», а она работает. Вы нажимаете кнопку «выключить», и она все время работает. И когда ваша сигнализация сломалась, вот с этим нужно что-то делать. А как понимать, что она сломалась? Когда тревога вызывает такой некий паралич. Я не могу работать, я не могу ни о чем думать. Постоянно вот эти тревожные мысли у меня в голове. Я переживаю, я боюсь. Люди худеют или толстеют. Начинают заедать эту тревогу, забивать эту тревогу, прибегать к каким-то таблеткам. И вообще делают огромное количество деструктивных каких-то действий, действий, которые только разрушают человека. Вот если вы чувствуете, что тревога прямо вверх, и вы 24 на 7 тревожитесь, вот обязательно надо с этим делать что-то. Почему? Потому что в тревоге есть свойство стать хронической. И потом появляется такое состояние. Вроде бы все в порядке, вроде бы все окей, тревожиться не о чем, и денежка есть, и близкие все в порядке, а у меня все время внутри меня колбасит, меня все время рвет, меня разрывает на части. Вот это уже не окей, ребята, с этим надо делать. Второе, почему с этим надо работать? Потому что тревога, она заразительна. Она может заразить ваших близких. Вы передаете эту тревогу по наследству вашим детям. И если вы со своей тревогой не справитесь, то поверьте, вы токсичны для вашего окружения. Рано или поздно ваше окружение тоже начнет испытывать похожие симптомы. Поэтому обязательно, обязательно нужно в первую очередь начинать исцеление и работу над собой, чтобы не только вам было хорошо, но и вашим близким рядом с вами тоже было хорошо. Как работает тревожный мозг? Вот это ключевой момент. У нас повышенное внимание к угрозам. Мы начинаем придумывать, выдумывать, а что если, а вдруг. И вот эти «а вдруг» их становится чересчур много. Мы уже перестаем различать реальность и иллюзию. Вот эти наши внутренние страхи, они становятся настолько реальными, что мы начинаем даже провоцировать, провоцировать их в реальном мире и везде искать им подтверждения. Мы начинаем смотреть видео, смотреть новости, читать газеты, смотреть в интернете вот эти новости, которые бы подтвердили наши тревоги. И что появляется? Появляется замкнутый круг. Чем больше мы узнаем этой ненужной информации, тем больше становится наша тревога. Чем больше становится тревога, тем больше нам нужна эта информация. И мы начинаем кормить и кормить и кормить эту тревогу внутри себя. И она становится сильнее, сильнее и сильнее. И что потом происходит? Появляется такое поведение специфическое, мы боимся выйти на улицу, возникают приступы паники, мы по 20 раз звоним своим близким, а с тобой все в порядке, у тебя все хорошо, а ты покушал, ты покатал, и вообще до идиотизма. Мы начинаем заражать нашей тревогой наших близких. Ну и даже тогда, когда все хорошо, у нас колодится сердце, возникают потом панические атаки, перехватывает дыхание, кардионевроз. Это же потом на здоровье сказывается. И мы начинаем путать возможность и вероятность. Возможность и вероятность, они как бы смешиваются. Я надеюсь, ребят, вы все понимаете разницу между возможностью и вероятностью. Например, возможно ли, что в Сахаре пойдет снег? В принципе, в мире нет ничего невозможного. В принципе, да, может быть, какие-то климатические условия поменяются, и может быть, в Сахаре пойдет снег, если произойдут определенные климатические изменения. Но насколько это вероятно? Насколько вероятно, что завтра пойдет в Сахаре снег? Маловероятно. Если бы мы сейчас играли в казино, и мы ставили бы ставки, насколько вероятно, что завтра в Сахаре будет снег, то вряд ли кто-то из нас поставил даже доллар, потому что это маловероятно. Но возможность такая есть. Вот поэтому вероятность – это количественная величина, а возможность – это либо да, либо нет, это орел и решка. Возможность всегда есть, но вот вероятность, она очень низкая. Так вот, как же со всем этим справиться? Как же со всем этим справиться? Когда вы поняли, что ваша тревога, она берет над вами верх, когда ваша тревога начинает вас кошмарить, то есть несколько прикольных, хороших советов, которые помогут вам вашу тревогу взять под контроль. И в первую очередь нужно понять, какая это тревога. Друзья, первое, что вам нужно делать, чтобы победить тревогу – понять, какая она. И есть два вида тревог. Два вида тревог – это ситуативная тревога, как ответ на какую-то ситуацию. То есть есть некая ситуация, например, сейчас карантин, у меня заканчиваются деньги, на работе платят или 30% от зарплаты, или вообще ничего не платят. Я понимаю, что у меня не сегодня-завтра будет нечего есть, нечем кормить семью. И возникает вот такая тревожная реакция на ситуацию. Это ситуативная тревога. И она всегда связана с неопределенностью. Я не знаю, что будет дальше. Мозг не понимает, что делать. У мозга нет четкого плана. И состояние сильной неопределенности, я не знаю, что будет завтра, еще больше усиливает тревогу. И важно в этой ситуации, если вы понимаете, что у вас ситуативная тревога, то необходимо четко осознать, во-первых, сделать тревогу определенной, построить некий план действий. То есть мы используем свою рациональную часть. Как построить план действий? Первое. Нужно оценить, какова вероятность, что я завтра останусь без денег. Возможно, в процентах, да. Ну, например, вероятность, что через неделю, через две недели я буду без денег, ну, например, 80%. Первое, что вы делаете, вам нужно в процентах оценить степень угрозы. Второе, что вам нужно сделать, вам нужно оценить степень последствий. Если, не дай бог, такое произойдет, насколько тяжелы, насколько тяжкими для меня будут эти последствия. Например, если я останусь без денег, если завтра меня уволят, то степень тяжести – это еще, например, 60%. В сумме будет, например, 140%. То есть вы оцениваете негативную составляющую. Потом, вам нужно оценить свою позитивную ресурсную составляемость. Насколько я обладаю способностями, какими способностями я обладаю, чтобы справиться. Ну, например, я знаю, ага, я знаю английский язык, ну, я сейчас про себя буду говорить. Я как минимум могу пойти работать в Макдональдс, как минимум, да. И набросать все те возможные способы преодоления этой ситуации, чем больше, тем лучше. И вот вы набрали вот такой вот веер решений, да, план Б, и посмотрите, сколько получилось у вас в результате. И в результате, например, у вас получится, ну, пускай там 80% или, ну, может быть, 60% этот показатель. То есть мои ресурсы, мои возможности равны 60%. Мои личные. Потом мы анализируем, а кто мне может помочь. Ага, а у меня, может, еще жена работает, а у меня, может, где-то там небольшой банковский депозит, а еще я могу что-то продать, да. И мы анализируем еще внешние ресурсы, которые мне могут помочь справиться. И суммарно мои внешние ресурсы могут, ну, где-то еще добавить где-то 70-80%, да. Я понимаю, у меня личных ресурсов на 80%, у меня внешних ресурсов на 80%, и 80 плюс 80 – 160%. И поэтому, если я войду в соревнования с угрозой, то, по сути дела, у меня ресурсов больше, чем у тревоги. У меня, как у Артема, да, или у вас, ресурсов больше, чем у вашей тревоги. То есть вы должны помериться вот ресурсами, помериться, так говорится, достоинствами, да. Кто сильнее, я или моя тревога. У тревоги в рукаве вот такие есть козыри, а у меня в рукаве есть такие козыри. И даже если что-то случится, я знаю, что я буду делать. И вот при ситуативной тревоге вам крайне важно составить некий план действий. Что я буду делать, что бы, да. И как только у вас будет некий план, план действий, вам будет намного-намного легче. Второе, второе. Что еще? Если тревога у вас не ситуативная, а вот еще для ситуативной тревоги, это убеждение. Ребята, надо работать со своими убеждениями. Если вы испытываете тревогу, то, скорее всего, у вас есть внутреннее убеждение. Я не справлюсь, у меня недостаточно сильный, я недостаточно уверенный в себе. Или вселенная меня не любит, да. Вы пишите все те негативные мысли на листок бумаги. Помните, ребята, с негативными мыслями надо работать только письменно. Нельзя вот просто их подумать. Вот я с такой ерунда. Со всеми негативными мыслями выписываем на бумагу и смотрим. Чем больше выписываете вы эту негативную мысль, вы как бы выносите ее отсюда на бумагу. И напишите другие полезные убеждения. Я, например, это может быть убеждение, я сильнее всех своих страхов. Я глубоко верю в себя, в свои способности, у меня все будет хорошо. И вот, конечно же, важное утверждение, вселенная меня любит. Я глубоко и полностью верю, что вселенная обо мне позаботится. И вот вам напишите на отдельном листе бумаги контр-утверждения, новые полезные утверждения. И вот не поленитесь, ребят. Я вам 100% даю гарантию, что как только вы напишите новые полезные утверждения, причем только письменно, ваше внутреннее состояние поменяется. С тревожными убеждениями работаем только письменно и переписываем, переписываем. Ну и, конечно же, когда перепишите вот тот листик, который с тревожными убеждениями, вы можете его утилизировать любым удобным для вас способом. Потом, второе, что еще важно сказать. Тревога может быть беспричинной. А здесь не ситуативная тревога, а как реакция на что-то. А может быть-то и беспричинная тревога. Вроде бы все хорошо. Вроде бы я знаю, что у меня есть ресурсы. И мама, и папа, и муж, и жена. И вот у меня достаточно всего. И нет повода тревожиться, но что-то меня колбасит, как будто бы рвет на части. И это более сложный уровень тревоги. И это называется невротическая тревога, невротическая тревога. Но если мы не будем сейчас анализировать название, да, я скажу, маленький секретик открою. У невротической тревоги, у беспричинной тревоги есть глубокое убеждение. Вселенная опасна, люди опасны, кто-то меня не любит. Кто-то желает, и в этот момент, в этот момент, да, мы как будто бы внутренне верим, что меня не любят. Да, вот беспричинная тревога — это сигнал о том, что в вашей жизни мало любви. Мало любви, я не знаю, чьей любви вам мало. Мамы на любви, папы на любви, любви к себе, да. И вот эту любовь нужно прокачать, прокачать внутри себя. Нужно искать подтверждение того, что Вселенная меня любит. Вселенная — люди, которые меня окружают, они меня любят. Возможно, контакт с животными, завести какое-то животное, которое вам будет дарить любовь. Если у вас, помните, много беспричинной тревоги, скорее всего, у вас дефицит любви. Скорее всего, да, друзья? Потому что мы же понимаем, там много и других причин. Но помните, при беспричинной тревоге ищите любовь. Ищите тех, кто вас будет любить. Тех, кто просто по-матерински или по-отцовски обнимет, согреет, скажет, все будет хорошо, я тебя люблю. И самое главное, друзья, вот в этой ситуации принимайте любовь. Потому что у нас люди какие? Я гордый, я сам со всем справлюсь. Я сильный, не нужна мне там ваша помощь. Ничего подобного. Разрешите, разрешите себе получать любовь. Научитесь принимать любовь. Бескорыстно. Без ощущения, что я тебе тоже что-то должен дать, да, в ответ. Поверьте, вы дадите человеку, когда ваше настроение улучшится, когда ваше состояние станет более веселым, то для вашего близкого это будет наилучшая награда. Потом вы же ему и отплатите этой монетой. Поэтому важно научиться принимать любовь от близких. Как только ваше состояние придет в норму, поверьте, это состояние улучшит настроение и эмоции у ваших близких. Поэтому учимся принимать любовь, учимся принимать заботу, да. И так, ребята, под итогом у нас есть два вида тревоги. Одна ситуативная, ситуативная, как реакция на что-то, да. При ситуативной тревоге нам нужно понимать свои ресурсы и обязательно составить план действий, да. Что я буду делать, когда, да, прям прописать. При беспричинной тревоге, когда все окей, это сигнальчик о том, что внутри вас есть дефицит любви. Ищем любовь, ищем любовь во внешнем мире и разрешаем себе эту любовь получить, эту любовь получить. Ну что ж, друзья, ну что ж, друзья. Ну и, конечно же, конечно же, нужно уметь работать со своими эмоциями, нужно знакомиться со своими эмоциями, нужно знакомиться с собой и со своими состояниями. Как это сделать? У меня скоро будет марафон. Марафон, который называется «Прощай тревоги», где я дам 9 крутых заданий. Он будет маленький, простой. На каждое задание вам будет отводиться где-то по 15 минут. Я гарантирую, что через 8 дней, а марафон будет длиться 8 дней, вы почувствуете себя очень круто. Это будет четкий, понятный алгоритм, где шаг за шагом вы научитесь управлять и тревогой, и депрессией, и всеми своими состояниями. Марафон стоит 10 долларов, то есть или 260 гривен. Поверьте, это небольшая цена, которую мы платим, чтобы стать спокойнее. Поэтому, друзья, если вы будете готовы присоединиться к этому марафону, вот рекомендую, даю гарантию, что вы не пожалеете. Марафон будет проходить в закрытой группе. Вы будете получать каждое утро небольшое задание, выполнять, писать отчет об этом задании, что поменялось, что стало лучше. А я буду вам давать обратную связь. Если вы психолог, вы получите как минимум набор крутых упражнений по работе с тревогой, где вы нигде не найдете. Те, кто знает меня, знают, что я даю хорошие упражнения. И, конечно же, ценность работы в работе. Если вы будете делать все эти практики, все эти упражнения, через 8 дней вы себя не узнаете. Вот такой небольшой видеоэфир, вебинар, который я хотел сегодня для вас подготовить. И даже если вы не будете участвовать в моем марафоне, я глубоко верю, что та информация, которую я поделился, она вам полезна. И все-таки я буду рад видеть каждого из вас в марафоне. Присоединяйтесь, он начинается в следующую среду. Информацию я выложу чуть позже о марафоне. Ну и всем пока-пока. Благодарю вас, друзья, всех люблю. Спасибо, кто смотрел, кто был со мной. И до новых встреч на моей странице и в эфирах. Всем пока, друзья.